Сегодня Ангарск посетили представители общественности из Луганской Народной Республики. Они прибыли из Кировска, подшефного Иркутской области. Соглашение о сотрудничестве с территорией подписано летом прошлого года. Только за 2022-й в Кировске привели в порядок 6 социальных объектов, 23 жилых дома, 20 объектов инженерной инфраструктуры. Вместе с этим в ЛНР не прекращается регулярная поставка гуманитарной помощи. Обмен опытом и укрепление дружеских отношений. Визит гостей из Кировска в город нефтехимиков начался с круглого стола. Представители местной администрации и окружной общественной палаты поприветствовали кировчан и поблагодарили их за то, что они нашли возможность приехать за тысячи километров. В ходе встречи стороны заключили соглашение о сотрудничестве между советами женщин обеих территорий. Сегодня, сидя между двумя людьми, я загадываю желание, чтобы наша встреча была только первой ступенькой к тем высотам и к тем вершинам, которые нам с вами необходимо покорить совместно. Я думаю, что мне будет полезно узнать о вашей деятельности на ваших территориях, а вам будет полезно увидеть наши проекты. Гости попросили передать каждому жителю Ангарска спасибо за ту поддержку, которую они оказывают Луганской и Донецкой народным республикам. К слову, город нефтехимиков стал одним из первых, кто откликнулся на призыв о помощи. Наготонные грузовики с вещами первой необходимости стали символом дружбы между территориями. Тепло и по-семейному кировчан встретили и в Ангарской школе номер 39 имени Героя России Евгения Зиничева. Профильные классы «Гортость учреждения» окунули гостей в свои ежедневные будни, продемонстрировали строевую подготовку, исполнили гимн России и порадовали вальсом. Только на входе в вашу школу я очутила уровень вашей подготовки, всю мощь и единство вашей дружной команды. Еще я безумно большина, впечатлена количеством прекрасных девушек, женского пола, которые стоят в стройных рядах. Это очень женщина, это сила, это мужество. И я очень рада видеть, что очень много женщин, девушек, девочек идут и выбирают такую ответственную профессию в будущем. Для школы номер 39 помощь территориям, недавно вошедшим в состав Российской Федерации, стала доброй традицией. Дети всегда с большим желанием пишут открытки и готовят подарки. Как отметили гости, в каждой из этих посылок чувствуется любовь, сопереживание и та самая сибирская доброта. Посетили гости и телекомпанию «Актиз». Побывали в музее, оценили работу съемочного павильона и своими глазами увидели, как создается магия телевидения. После провели встречу с Советом Общественной палаты Ангарского округа и обсудили ряд вопросов, объединяющих две территории. Наталья Хмелева, Олег Левченко, Местное время.